Микс Ньюс Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире «Утро на Болткоме» В студии я, Артём Липин и Абби Келкин Доброе утро И звукорежиссёр Евгений Копеин И сегодня у нас в гостях Журналистка, наша коллега Но теперь ещё и политик, человек Пытающийся попасть в Рижскую Думу От партии «Честь служить Рига» Наталья Абула Здравствуйте Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Может быть такой вопрос Такой, может быть, ближе к нам всем Это то, что происходит вообще на телевидении Я имею в виду на латвийском пространстве Такие последние, я считаю, довольно существенные изменения Мы видим, что под угрозой закрытия оказался Первый Балтийский канал Идут разговоры о том, что пора переводить только на интернет-платформу Те новости, которые остались на ЛТВ-7 Совсем не чужом вам канале На ваш взгляд, это больше всё-таки политические или экономические процессы? С моей точки зрения, это больше политические процессы И это можно было предугадать ещё и несколько лет назад Когда проводился Ре-Балтикой опрос людей, связанных с телевидением Имеющих опыт на телевидении В том числе опрашивали и меня И, по-моему, это было 3-4 года назад И я предрекала, к сожалению, хотя я оптимистка, но очень пессимистично Я предрекала смерть русского телевидения в Латвии И, к сожалению, всё это происходит Абик, ты сказал, что я так связана с ЛТВ-7 Да, очень, но я также связана с ПБК Потому что проект новостей начинала я со своими учениками, выпускниками Школы телевизионного мастерства И то, что сейчас произошло Ну, с одной стороны, это закономерно Потому что я-то ушла в 2007 году из новостей ПБК Потому что это был проект владельца канала В своих собственных интересах Естественно, это человек в бизнесе мыслящий стратегически И он своих целей добился Потому что он привёл на ПБК И потом сделал мэром нашего коллегу Нила Ушакова И всё было подвёрстано в новостях По то, чтобы продвигать свои интересы Его люди Степаненко, Баранник А журналисты, ну, естественно, они должны были Как бы следовать этой редакционной политике Я ушла, мои ученики остались К сожалению, они потом забыли, с кого Всё это дело начиналось Но когда... Так в жизни часто бывает, да? Да, да, конечно Уж если Иисуса предали Так что ж, нам вообще не о чем говорить Простым смертным Но, тем не менее, конечно, было обидно Я про это там уже писала в своих постах На Фейсбуке Что всё-таки новости, как бы там ни было Их смотрели зрители Русскоязычные зрители Для них это... Вообще, тоже интересно, да? Да Это, наверное, отдельная тема С одной стороны, вроде бы говорят Ну, так условно, что мы будем бороться Ну, власти, говорят, с какой-то А-ля там российской пропаганды Или рукой Кремля Кстати, да А с другой стороны, фактически говорят о том Что, ну, ребята, есть же Смотрите сами российское ТВ Ну, если нет латвийского контента На русском языке На котором, в принципе, говорят По крайней мере, дома около 40% населения Ну, значит, что? Тогда... Да, отдаём Но новости на ПБК в этом плане Не сильно в идеологическом Отличались от того, что показывают российские каналы Ну, отдельные всё-таки были события События, да События, да Но идеологическая направленность Безусловно, была та же Как бы потрафляли настроением Ну, русского населения Хотя реально, конечно, там ничего сделать нельзя было Так что вот Что предполагалось То-то-то и происходит А коллеги с ЛТВ-7 Как раз вот с Володиной Водворским Мы на эту тему говорили Да их уже давно пугают тем Что их переведут на интернет-платформу И, очевидно, так это и произойдёт Так что, увы-увы А вот если вы как бы вот сказали бы Что вот надо, не знаю, там Возобновлять вот эту школу журналистики и так далее А были бы желающие? Или с учётом того, что фактически сейчас непонятно, где дальше работать Может быть, и желающих бы не было? Я прекратила набор в свою школу Тоже, по-моему, три года назад Уже предчувствуя Не предчувствуя А просто мне Я всегда своих учеников Лучших Которые подавали надежды Я куда-то их распределяла Они работали на телевидении То есть, фактически вы сами на себя брали такую обязанность Если так можно сказать Ну, просто это Я считала, что нечестно Подготовить людей И не дать им возможности А вот когда первый выпуск Вот, он же последний Случилось так, что мне их пристроить-то некуда Даже в коммерческие проекты Потому что я и сама прекратила свой коммерческий проект Ну, просто Ну, меня-то проект просто этот уже несколько достал Это же не творчество Это зарабатывание денег И когда я даже туда не смогла уже пристроить Хотя вот как раз последний выпуск Генеральный директор Бывший Пришел Теперь уже бывший Да, на первую нашу встречу И что-то там даже пообещал Вот моим Будущим, так сказать Студентам Вот на первом самом занятии А потом, собственно говоря Ничего не случилось Их даже на практику, по-моему Никого не взяли на ЛТВ-7 Ну, после этого я поняла Что у меня нет Морального права людей К себе звать и чему-то учить Что-то им Как бы А нет такого ощущения Вот время от времени Может на такое пессимистическое Что, ну вот Сейчас вообще Все меняется Включая журналистику Поскольку каждый Сейчас себе Если так можно сказать Журналист Ну, Фейсбук Господствует Да И иногда просто Понятно, что Может быть Там люди Не могут написать Какую-то аналитическую Заметку Но они Свидетели чего-либо Тут же это все Выкладывается В Фейсбук И уже все остальные Я бы сказал так Традиционные Средства массовой информации Ну, как бы Им уже Изначально Уступают И надо что-то Менять вообще В этом В этом В жанре В нашей профессии А что мы можем Менять? Я смотрю на то Что собирает Какие-то миллионы Там просмотров И я понимаю Что я абсолютно Бессильна Создать такой контент Я не в состоянии Я даже буду Думать над этим Но я этого Не придумаю Почему? Потому что Это тупо Извините Ну, миллионы Собирают Не только какие-то Я не знаю Там челленджи Анбоксинги Миллионы собирают И интервью Юрия Дудя К примеру И фильмы Алексея Пивоварова Тоже собирают Миллионы просмотров Ну, наверное У Пивоварова тоже Миллион Меньше, чем у Дудя Конечно Меньше Но миллион Два Его самые популярные Видео Там могут И к пяти Подбираться Иногда Даже у Солодонникова Еще не поздно У него тоже Интервью собирают Хорошие числа Хотя там не самые Распиаренные Скажем так Персонажи То есть Появляется Журналистика В Ютубе Я собираюсь Я собираюсь Как раз Делать Ютубовский Женский Угадали Угадали Правда Ютубовский Женский Канал Еще один Потому что Накопив Какой-то Жизненный Опыт И ко мне Часто Женщины Обращаются За советами Ну как За собой Как бы Так Чтобы А в женский Что будет входить То есть Что-то такое Психологическое Что-то по уходу За собой Ведь Для того Чтобы сохранить Себя в хорошей форме Ну в приличном Уже возрасте Ну нужно В голове Многое поменять Это не только Уход Ну в том числе И уход Какой-то Практически Косметический Но это Внутреннее содержание То есть Это не просто Женский А даже Такой Для женщин Уже постарше Ну именно Для женщин 50 плюс Даже так 50 плюс 50 плюс Очень популярный проект 50 плюс Возраст Счастья И мне это Очень близко И понятно Потому что Ну мы реально Сейчас живем Дольше И мы Реально Дольше Моложе Мне мой возраст Ну конечно Никто Ну я уж так Говорю Конечно Потому что Действительно Постоянно Это слышу Что никто Мой возраст Мне не дает Уж могу сказать Радиослушателям Что мне 67 лет Вот Вот и вы сказали Это вы так шутите С утра Ага Ну вот шучу А ощущаю я себя Вот недавно Я с внуком говорила Внуком Я тоже редко говорю Внук Еще раз удивила Еще раз удивила Потому что А внуку сколько Он 17 Будет в апреле А Роберт Меня все время Пугает Когда мы с ним Как-то так Погрызаемся Что он меня Назовет опять С словом На букву Б Чего я очень Не люблю Конечно Он меня по имени Называет Не бабушка Все-таки Ну так вот С словом На букву Б И он так Если что Ага Вот честно Я тебя значит Назову так Роберт И говорят же о том Что есть у человека Какой-то вот Перманентный возраст На котором он себя ощущает И я так думала Ну 30 Там я не знаю А потом вот Общаясь с Робертом Я А мы с ним вот такие Оба он очень похож на меня Такие Искры вышибаем И я поняла Что мне-то не Не 30 И не 20 Что мне 16 Внутри А это Вам уже Вам всегда было 16 Или в какой-то Это вы Омолодились Нет Не омолодилась У меня вот это Перманентное состояние Потому что Вот нет такого Что как только появляется Какая-то внутренняя ответственность Ну когда вы там Управляетесь А у меня все время ответственность Ну вот именно Разве это не выбивает Немножко из этого Это другое А вы знаете Это как-то другое То есть ответственность Естественно У меня всегда какая-то Ответственность Но Но нет Нет Поскольку У вас тоже большой опыт И такой Общественно-политический Может быть Жизнь Такое хотел бы задать, но вот мы помним в 90-е годы все эти знаменитые разговоры, там покупка, не знаю, избирателей за бананы или красивая прическа. Ну, мы помним, на телевидении появляется человек, красивая прическа и определенная категория населения обязательно идет и его поддерживает. Вот казалось бы, что это ушло в прошлое, сейчас другие методы и так далее, но тем не менее мы видим, ну, от выборов к выборам какие-то силы начинают греть, там, не знаю, всем по 500, ну, помните, там, зарплата 500 минимальная, там, пенсия минимальная, миллион деревьев, да, там, 2 миллиона, кто посчитает деревьев, и все вроде так пожимают плечами и говорят, да, ну, зачем такое фантастическое обещание давать, но тем не менее это работает. Вот возникает вопрос, ну, вроде бы, если мы говорим в начале 90-х, ну, люди еще не приучены к демократии, там, советские люди, им можно вешать эту, не знаю, лапшу на уши, сейчас почему это все работает? Новое поколение выросло, которое в этому верит, или все равно, вот, люди клюют на эти обещания? Люди верят словам по-прежнему, но у нас тоже в нашей программе, например, есть обещание к 2025 году учителям поднять зарплату на 2000, до 2000 евро, но это просчитано вообще-то. Да, нет, я о чем и говорю, что да, это же не с потолком, вы же не написали, что мы 2025-го 10 тысяч дадим им зарплату. Нет, это просчитано потому, что есть государственная программа, и по государственной программе, вот, если она будет действовать, то к 2025 году будет полторы тысячи. Полторы, остальное доплачивается в управлении. Парижская дума каждый год будет добавлять по 100 евро, так же, как добавила 100 евро воспитателям детских садиков. То есть, ваше обещание на 2000 евро, оно базируется на государственной программе, и если, скажем, государство не сможет эту программу обеспечить, то и вы свое обещание не сможете выполнить. Да, но свои 100 евро мы добавим, потому что вот честь служить Риге партии не рассчитывает на то, что она будет в оппозиции, она рассчитывает на то, что она будет в позиции. Почему? Потому что в этой партии прагматичные люди, что мне очень нравится. Вот когда я разместила этот пост в Фейсбуке о том, что я иду на выборы, конечно, были там всякие, ну, на 160 положительных комментариев, 4, скажем, 4 человека, 3-4, которые там что-то такое. Нет, ну, это стандартный вариант. Да, но меня радует, я не думаю, что так много поддержки будет, потому что я думала, ну, сейчас как бы, да, все это понесется. Да, вот это очень хорошо, что вы эту тему затронули, она весьма важная. Вот, ну, раньше, как считалось там, ну, не знаю, даже в 90-е годы, несмотря на все скандалы, все говорят, да, депутат, да, неважно, какого уровня депутат, говорят, депутат, чуть ли не с придыханием. Потом, даже сами мне, вот, опытные политики, которые работают в парламенте, уже не один созыв, я не из самого управления парламента, они говорят, знаешь, мы даже в какой-то момент уже стесняемся, вообще, так сказать, в обиходе говорили, что мы депутаты. Потому что очень скептическое отношение, совершенно верно. И вас это вообще не пугает? Это обосновано. Что меня порадовало в этих комментариях? Что мне говорят, вот, вроде вы идете в такую скользкую сферу, но лично вам мы желаем удачи. То есть все-таки этот такой личностный аспект имеет значение, да? Оказывается, да. Но как бы даже меня предостерегает, что вот в этом, мол... Ну, то есть нет, слава богу, у людей нет сомнений в каких-то моих намерениях честных, но предостерегает от того, что я иду вот в эту сферу, которая совсем не такая уж и сделанная. А вы, когда говорите о прагматизме через служить Рики, о том, что вы надеетесь быть в позиции в Рижской Думе, это значит, что вы готовы к совсем разным союзам? Или все-таки есть какие-то там, не знаю, партии, с которыми вы не будете сотрудничать? Ну, лично для меня, конечно, есть какие-то вот эти красные линии, хотя наш номер один, Олег Буров, говорит, что этих красных линий нет. А для вас они какие-то, если не секрет? Ну, честно говоря, какая-то такая резкая националистическая, такая определенная позиция для меня, это является красной линией. А если вот партия решит все-таки... Не знаю. Вот вы, Абик, сначала представил меня как там будущего политика, я, честно говоря, вот эту работу в самоуправлении как политическую-то не рассматриваю. А как хозяйственную, да? Конечно. У меня социальные... Я вот чем занимаюсь сейчас, когда нет телевидения, нет социальными проектами, благотворительными проектами. Это то, что вот меня интересует и чем я и намерена заниматься. Политический аспект. Ну, есть у нас опытные политики, да, Анис Турлайс. Достаточно безукоризненный человек, которому нечего предъявить в плане там компромата или чего-то такого. Олег Буров, он себя очень хорошо, кстати, проявил во всех этих конфликтных ситуациях. Ну, а как я буду? Знаете, ну, есть вещи, против которых я все равно, независимо от ситуации, против которых я буду и буду высказывать свое мнение. А заниматься собираюсь социальными проектами. Не быть политиком. Я плохой политик. Ну, да, вы так действительно улыбнулись, когда я сказал политик. Да, 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 да. 6-7-2-12-93-9. Да, вот у нас есть звонок, мы сейчас его примем. Удевайте, пожалуйста, наушники. Наталья Албова у нас в студии. Доброе утро, слушаем вас. Здравствуйте. Да, слушаю. А, Наталья, вот Наталья говорит, что она пойдет в политику и... Да говорит, что не пойдет в политику, а в хозяйственную деятельность Рижской думы. Ну, да, да. Ну, хотите только там передачи делать про женщин, которые будут красивы. А это не зависит ни от чего? Не, а знаете, в Латвии, точнее, даже в Риге особо в этом смысла нет. Ну, как бы, это я так образно говорю. Сделайте красивых женщин. Они все равно не могут идти с поднятой головой. Потому что у нас дороги во дворах, все разбитые, все женщины ходят и смотрят только под свои ноги, чтобы не сломать себе. Матиньки, каблуки. Спасибо большое. Да, вот тоже такой вопрос, который говорит о том, что в Риге еще много и много чего надо делать. Совершенно верно. Про это я вот вчера мы встречались, я у Олега спрашивала. Оказывается, что у Рижской думы... Почему Олег снял якрина там с поста человека, отвечающего за транспортную инфраструктуру? Потому что не освоено 19 миллионов. А, например, полный ремонт мостобраса стоит 17. То есть деньги-то есть, они не были освоены, их осваивать надо. То есть в плане есть отремонтировать, это наша программа, все мосты и заниматься в том числе и дворами. Но это не то, чем я буду заниматься. А можно вот все-таки, ну, во-первых, я напомню, да, номера телефонов, я не договорил, 672-12-93-9, 672-13-93-9, это телефоны прямого эфира. Также вы можете писать нам в WhatsApp, 230-6191. Так вот, да, вы собираетесь, вы говорили, что вы больше по хозяйственной части, по социальной. По социальной больше. Да, по социальной. Вот можно как-то, вы будете больше работать с какими-то социальными группами, которым сложнее. В общем, какую цель вы себе, какую там сферу вы наметили себе? Вы знаете, это получилось, уже получилось достаточно стихийно, но тем не менее получилось. У меня сотрудничество с благотворительным фондом, с фондом BioOpen, благодаря вот зеленой лампе мы познакомились. А познакомились вот на одном проекте, который я реализовала в своем доме, а я управляющий домом, так, на секундочку. Это получилось достаточно, ну, смешно. Вы управляете домом, а потом... Я управляю, безусловно. Вы расширитесь до... Это одно, но в этом доме к нам вот за прошлой осенью приехала новая соседка, заселилась в инвалидной коляске, и надо было решать вопрос вот с этим подъемником. Но это... Мы сделали это в рекордные сроки за полгода. Ну, даже это оказалось, да, очень сложной работой, да. Тьфу! Ну, вы себе даже не представляете. Ну, во-первых, надо было, я так понимаю, обойти всех соседей и получить разрешение. Это было моментально, потому что оказалось, что авторитет в доме, во-вторых случаях... О, это ведь три тома, я это фотографировала, я это выставляла тоже в интернет. Это три тома документов до, а после, чтобы получить... А, да, там, это Юрмальский дом. А для того, чтобы потом она получила хотя бы маленькую часть, это третья часть от того. То есть, какой там принцип, извините, как-то я так... Да, близкая тема. Инвалид должен все это сделать сам. То есть, вот, если бы меня там не было, то это было бы просто нереально. Во-первых, сделать сам, заплатить сам. У нас этот проект обошелся порядка девяти тысяч. А Дума дает две восемьсот. И только после того, как сначала ты оформишь все документы, все разрешения, и это за свои деньги поставишь, а потом ты получишь все документы, которые показывают, что подтверждают то, что вы проект завершили. И только после этого можно подавать в Думу и ждать, когда они эти деньги дадут. Конечно, мне очень помогло то, что я журналист. В общем-то, я довольно с большим давлением все эти манипуляции с чиновниками производила, ругала их постоянно в социальных сетях. Там есть такой клуб любителей юрмала. Там я их, в общем, всячески чехвостила и прочее. И, в общем, чтобы уже как-то... Они меня все знают и не любят очень. Да, ну я как-то очень даже и довольна этим моментом. То есть, скорее, плюс. Ну, короче говоря, вся эпопея от и до заняла всего полтора года. Да, причем из этих полутора лет полгода только. Только полгода, и мы этот лифт сделали, и дорожку, и все-все-все. Ну, чтобы все дооформить и получить последнюю денежку, понадобилось полтора года. Так что, да. То есть, вы планируете в Риге заниматься вопросами людей с инвалидностью? В том числе и пожилых людей, что мне тоже очень близко. В моем доме много пенсионеров, стареньких уже совсем. Там тетуша, которая там вот с 69-го года как построили этот дом. И там тоже свои сложности. Я говорила о том, что у нас, у телевизионных журналистов, ну, я не знаю, как у вас есть... Ну, наверняка вы тоже используете понятие персонификации, когда ты берешь историю одного человека или решаешь, а потом делаешь обобщение. И вот как раз тут у меня прямо вот есть какая-то программа, которую я как раз сейчас вот в этот предвыборный период хочу встретиться с инвалидными обществами, рассказать про то, как я это вижу, и обсудить вот правильно, в правильном ли направлении я мыслю, чтобы решить проблему в целом для людей, чтобы не надо было ждать по нескольку лет. Ведь я знаю, что и в Риге там по пять лет люди ждут этих подъемников. Тут другая ситуация, тут все оплачивается, и документы все оформляются. Но все равно это занимает. Это за пять лет, а мы сделали за полгода. У нас еще один звонок, давайте мы его примем. Доброе утро, слушаю вас, пожалуйста. Доброе утро. Наталья, вот мы с вами примерно одного возраста. Я подошла к девяностым примерно в таком же возрасте, что и вы. Я помню, как вы вводили свою дочь еще до появления у вас внука на телевидении. Да. Да. Но вот я часто слышу в передачах от ведущих, что вот наши партии – это наше отражение. В таком случае я говорю, что ваши партии – это ваше отражение. У меня такой вопрос. Почему вы думаете, что люди опираются во своем выборе на обещания депутатов и на обещания партии, а не на свой 30-летний опыт, в том числе и в общении с депутатами? Это вопрос, да? И еще комментарий. Вот в 2002 году я была членом избирательной комиссии. И сидя на избирательном участке, я тупо читала программы всех партий в Латвии с Вестницей, да? Вот прошло 18 лет. Ну, извините, программы и обещания и ныне там. Спасибо. Да, спасибо большое. Я только-только, может быть, добавлю, ставлю свои 5 копеек. Ну, что, значит, мы решили? Но уже, как кто-то сказал из депутатов, вы знаете, а мы сами сюда не ворвались, в это здание, и как бы это кресло себе силой не отхватили. Нас сюда привил избиратель. Поэтому, в принципе, мне кажется, что мы же видим, что кого выбирают, и действительно обещания работают. В смысле, что их выполняют, а в смысле, что люди голосуют за это. Ну, смысл моего ответа как раз примерно такой же. Это опыт. Я на опыте вижу, что голосуют, например, за бренд, не глядя, кто в списке. А я сравнила там, скажем, списки наши и другие списки. И я, например, в другом списке, я вообще этих людей не знаю. Я журналист, который, в общем, как-то очень активный, социальный, и все, я не знаю этих людей. Так они друг друга не знают. Ну, это другая история. Да. А вот что мне нравится у нас реально, я когда посмотрела список, вот у нас был этот съезд, ну, так я вижу авторитетных людей, каждый известен в своей сфере. Даже Байба Розентала, ну, сейчас, конечно, это вообще номер один. Хотя в списке она там номер три, наверное, или четыре. Но, понятно, по актуальности темы, там, тот же Буров, который строит в Риге, там, я не знаю, тот же Турлес, известный, ты-ды-ды-ды-ды. Спортсмены, велосипедист наш, Вестур, Силы Некс. Ну, директора школ, Алиев. В общем, очень популярный человек, директор школы. То есть народ такой. Давайте мы еще, может быть, примем у нас звонки по двум линиям. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Доброе утро. Вот вы сказали, госпожа Аббала, что у вас люди довольно прагматичные, то есть хозяйственники крепкие, и всеми силами стремятся попасть в позицию, чтобы служить народу. Но среди тех, кто будет, значит, в вашем списке, есть люди, которые, наверное, по три-четыре партии поменяли, при всех, как говорится, были в разных партиях, чтобы служить народу. Потому что, судя по всему, вот именно желание служить народу у них в крови. Вот так мне непонятно, значит, вы называете себя политической партией, но будете заниматься чисто практичными работами, значит, вернее, задачами. Строить, латать ямы. А в чем же ваша политичность? Вот, значит, я не знаю, мы же выбираем все-таки политические партии, а не крепких хозяйственников. Вот в чем вы отвечаете? От националов, от консерваторов? Вы сейчас мне скажете, что читайте нашу программу. Судя по вашим заявлениям и по, значит, призвыборной риторике вашего лидера Бурова, он, значит, вообще о политике не говорит. Вот я не знаю, значит, то, что вы, ваша партия в коалиции с согласием хоть как-то декларировала, там, значит, 9 мая защита русских школ, хотя это на практике далеко было от хорошего, так сказать, воплощения в жизнь. Вы вообще-то что-то будете в этом направлении делать? Или вы будете весь упор делать на то, что, значит, надо латать ямы? Значит, понятно. Спасибо большое. Вопрос ясен. Время у нас немножко ограничено. Да, я думаю, политический момент, очевидно, будет проявляться как раз в создании каких-то коалиций. Наверное, вот это. Вопрос, я так полагаю, в том, что честь служить Риге, именно с вашей точки зрения, это скорее консерваторы, это скорее либеральные ценности, это скорее, я не знаю, центристы. В общем, какая... Потому что вот вы говорите, что лично вы там с националистами сотрудничать не хотите, но при этом, ну, действительно, по политической риторике выходит так, что, в принципе, готовы работать со всеми, я имею в виду, как партия, лишь бы был результат. И получается, что, действительно, с политической точки зрения, как будто такая амбивалентность. Да, ну, по моему мнению, это скорее такая центристская политика из предложенного вами ассортимента. Может быть, я что-то просто не назвал? Да, 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 нет, но, наверное, это примерно так, а совершенно логично, что идя на выборы в Рижскую думу, это же не выборы в парламент, что акцентируют хозяйственные вопросы. Ну, просто, это немножко связано с тем вопросом, который я хотел задать до этого. Да. Вы часто, там, говорите о том, что, вот, и люди вам писали в комментариях, что лично вам доверяют, но, там, к партии есть вопросы. И у меня, скажем... Не к партии, а к отдельным людям, которые при власти были уже в Думе много лет. Да, ну, и во многих партиях существует такая проблема, что там есть люди, которым ты лично... Либо ты их лично знаешь, либо ты давно наблюдал за их деятельностью. Вроде лично этим людям ты доверяешь. Это неважно, это муниципальные выборы или, там, уже латвийские. Но сама партия по своим заявлениям не симпатична. Или, скажем, какие-то решения, которые принимает эта партия. Вот в таких случаях, вот как бы вы посоветовали действовать? Голосовать все-таки за человека или за партию? Все-таки за человека. Все-таки за человека и за команду. И судить не по риторике, потому что эти обещания, ну, обещания, не обещания, даже бренд, да, который партия себе присваивает, но все-таки надо проследить, а соответствует ли деятельность и результат этой деятельности тому, что было заявлено, или даже вот конкретно бренду. Вот еще такой вопрос. Время от времени возникает. Понятно, что перед этим выбором его уже не решить. Нужны изменения в законодательстве. Многие вообще полагают, что, может быть, стоит голосовать не только за партию, но и чтобы, ну, представители самоуправления конкретного, Риги в том числе, выбирали и себе мэра тоже. Не потом депутаты пытали всякие там разные игры. Мы знаем, что в прошлой Думе распущенное уже в короткий срок сменилось, то было все время один-один, а потом три сменилось, да? Да, да, да. Может быть, действительно, это тоже такое одно из проявлений демократии, чтобы люди могли прямым голосованием выбрать себе мэра? Знают ли люди до такой степени, кто будет лучшим мэром? Ну, депутатов же выбирают. Депутатов выбирают? Ну, нет другого пути. Кстати, я не думаю, что... Ну, то есть, демократия есть демократия. И это не идеальная какая-то... Модель. Модель, да. Ну, просто лучше нет. Поэтому... Это вы Черчилля цитируете. Да, 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 действительно, друг... Да. Хотя он все-таки в условиях какой-то ограниченной монархии. Ну, то есть, тем не менее, да. Ну, все-таки, то есть, вам кажется, что люди не смогут выбрать мэра достаточно адекватно, так как это смогут сделать депутаты, которые работают друг с другом и знают. Честно говоря, меня настолько иногда удивляют результаты выборов, что мне кажется, что... Вот эта женщина как раз задала вопрос об этом, что ей кажется, что люди все в состоянии, так сказать, сделать осознанный выбор. Но для того, чтобы сделать осознанный выбор, надо следить за результатами деятельности тех людей, которые вы выбираете. Нормальный человек, у него совершенно другие заботы. Да, он, может быть, участвует в выборах, но руководствуется вот в своем этом выборе с какими-то странными вещами, на мой взгляд. Ну, не странными. А все-таки в большой степени верит тому, что декларирует, но не соизмеряет это с результатом вот всех этих заявлений, что нужно делать для того, чтобы понимать, за кого вообще голосовать. А как оценить работу, если вот я, предположим, проголосовал за партию, она оказалась в оппозиции. И понятно, что, скажем, либо если мы говорим про Сейм, то там согласие и союз зеленых крестьян, они не могут ничего действительно важного сделать, они могут там только как-то продлевать эти дебаты, но рано или поздно будет так, как хочет коалиция. То же самое было в Рижской думе до недавнего времени, когда было согласие и честь служить Риге, и все, что предлагалась оппозиция, точно так же отметалось. Как я, как избиратель, могу оценивать работу партии, которая просто не может ничего сделать, не потому что они не хотели, потому что плохо работают, а потому что у них нет такой возможности? Ну вот поэтому я и призываю, и считаю правильным, прагматичный подход, потому что то, что согласие все ими ничего не может сделать, но это значит, что голоса тех, кто за них голосует, они, в общем-то, пропадают зря. То есть вы предлагаете голосовать за тех, кто уже у власти? Я предлагаю оказывать давление на своих избранников с тем, чтобы они занимали прагматичную позицию. И тогда у них будет возможность, а прагматичная позиция – это значит входить в какие-то коалиции, потому что, ну, если есть какие-то красные линии, на которые уже никак нельзя перейти, это одно, но есть какие-то варианты, и это всегда будет лучше, чем оставаться в оппозиции и, собственно говоря, просто тратить деньги. Худой мир лучше доброй ссоры. Да, посмотрите, в Юрмале согласие в коалиции с зелеными. Ну, и что? Ну, они участвуют в решении каких-то, хотя я все время критикую. Ну, с Эминой они тоже неплохо сотрудничают, потому что они обе в оппозиции, и им как бы приходится… Ну, вот в этом смысле. Поэтому, мне кажется, вот такой прагматичный подход, он как раз и хорош. Да, давайте примем звонок еще один, пока не мере успеем принять. Доброе утро, слушаем вас. Да, доброе утро, смотрите. Журналистам некуда деться. А возьмем журналистов, как Ушаков, Каймин, Шмамыкин. Мне кажется, что схема работает следующим образом. Партии, по сути дела, все те же самые. Как они нас грабили, так и грабят, но перед выберами они берут какую-то медийную личность, ну, какого-нибудь журналиста, и отводят внимание на него. Потом эта партия опять выигрывает этого, журналисты берут в сторону, и нас продолжают далее грабить. То есть, ваши гости, а фактически вот этот громоотвод, и мы голосовать-то... Преживалось. Преживалось, мы точно его не отключали. Это я громоотвод? Ну, Ушаков в этом списке как-то странно, на самом деле, смотрится. Его как раз никто не убирал из партии. Но да, в целом, какие-то такие, как вам кажется, есть такое, что убираются медийные личности, используются? Нет, ну, конечно, используются популярные люди, используются. Но я бы... Так они во всем мире используются. Ну, так естественно. Но насчет того, чтобы грабить, вот как раз в этом смысле, я про это думала, ситуация вообще-то меняется, конечно, с начала независимости, и она становится лучше. Потому что, во-первых, смена поколений. Меняются какие-то... У молодого поколения, ведь все им, смотрите, переизбрали больше, чем на 50%, меняются подходы. Мы ориентируемся на Европу, на Запад и на те стандарты, которые существуют. Абсолютно чистой такой стерильной среды не будет. Человек остается человеком, со своими грехами, интересом, личным интересом и прочим. Но ситуация становится, на мой взгляд, лучше. Вот я так думаю. У меня еще такой вопрос был. И новые люди, кстати, такие, вот, кстати, как и я. Если их будет больше, то ситуация будет... Улучшаться. Улучшаться, да. Но она и улучшается, я это вижу. Мне интересно, как вы прокомментируете это, потому что я заметил, что... Ну, в общем, конкретный пример. Инск Юзис, бывший глава полиции, он тоже будет участвовать в выборах. Но он, когда сказал об этом, сказал, в какой партии он пойдет. И он еще в том числе сказал, что мне и честь служителей предлагали, но, мол, я выбрал других. И сразу налетело много комментариев с таким, ну, смыслом, что, мол, я-то думал, что он порядочный человек, а выбрал не ту партию, которая нравится мне. Ну, по сути. Как кажется, насколько вот вообще... Вот говорится, что у вас тоже были такие люди, хоть и мало. Насколько это справедливо, если что от человека судят по политическому выбору? Ну, мне-то, конечно, это обидно и кажется несправедливым, когда меня об этом упрекают. Может ли хороший человек придерживаться совершенно других националистических взглядов, я имею в виду? Не нацистских, не националистических. Я отдельно подчеркну. Или, ну, совсем других, которые коммунистических у нас запрещены. Может. Безусловно, может. И я с этой ситуацией столкнулась у себя на телевидении, когда есть... У меня очень симпатичная коллега, я у нее участвовала в культурной редакции. И я участвовала в одной, как гость, в одной из ее программ. А после этого, было, наверное, накануне 16 марта, и мы стали говорить о легионерах. И она буквально со слезами на глазах защищает этих пожилых людей. Для меня это совершенно неприемлемо. Ну, мой отец воевал, всю войну прошел, мы там с сестрой играли в детстве его медалями и так далее. Но она мне очень симпатична. Она интеллигентный человек. Я принимаю, я понимаю ее. Но у меня вообще такая эмбивалентность в национальном плане, потому что у меня бабушка латышка, ну, папа латыш, хотя он в семье, мы всегда говорили по-русски. Я эту ментальность, она во мне. Мне не надо перестраиваться в чисто латышском обществе. А эта коллега, она вам, ну, ее объяснение, почему люди ходят на Штаты Мартовых состроила, потому что мне в мой однокурсик, когда я учился в университете, вот именно я переехал тоже в Ригу из Даугавпулса, из русского города, по сути. И тогда я тоже получил другую точку зрения на эту дату. И как-то немножко, ну, я понял, почему люди туда ходят. Вы поняли? Ее поняла. Ее поняла. Но я не могу этого принять, потому что это люди, которые сотрудничали с фашистами. То есть для меня это совершенно неприемлемо. Но она смотрит с другой точки зрения, что их, что они за свободную Латвию. Вот. И я ее понимаю. Но не принимаете. Нет. Нет. Но это не значит, что я перестала ее уважать или с симпатией к ней относиться. Я по-прежнему так к ней отношусь и надеюсь, что и она ко мне, несмотря на то, что тоже знает мои взгляды. Вот такой вопрос. Да, может быть, в завершении так вот время быстро бежит. Поскольку вы имеете опыт из, так можно сказать, проживания не только в Риге, но и в других городах, в Латвии, в Юрмале. Ну, только в Юрмале. Да. Вот многие рижане, и не только политики, они живут в ощущении, их можно даже понять, в то, что, ну, понятно, что Рига – самый большой город, больше 50% ВВП страны. Это все мы знаем, понимаем. Но все равно есть такое ощущение, что вот Ригу постоянно, может быть, это было связано вот с политическими нюансами, но тем не менее, Ригу постоянно, ну, как бы так вот, нещадно эксплуатируют. То есть, фактически, рижане должны и финансировать большинство самоуправлений, фактически, из своего кармана этот фонд выравнивания. Потом им сказали, что вы закупили какой-то хороший этот общественный транспорт, за это мы вам накажем, из бюджета денежки отберем и так далее. Да вот, но это ведь совершенно ненормальная ситуация. Да, вот когда вот за счет одного самоуправления пытается вот таким вот образом, ну, по существу, не доплачивая тем же рижанам. Может быть, поэтому у нас отчасти никого не оправдывают. Дороги такие. Потому что мы должны помочь построить дороги во всех других властях и краях Латвии. Но ведь в Риге и доходы, ну, Рига получает гораздо больше. Здесь больше всего рабочих мест. в Риге действительно больше. Это так же, как Москва по сравнению со всей остальной Россией. Сюда истекаются эти деньги. Вам кажется, это справедливо? Думаю, что да. Я, как человек, который любит делиться, я считаю, что да. Но это, знаете, это не политическое заявление, это мое личное мнение. Ну что, спасибо. Так вот, время у нас, видимо, быстро подошло к концу. Наталья Аблу у нас была в студии, наша коллега. Спасибо большое.